Наталья Асуль, добрый день! Леонид Бухтиаров, привет! Брат Юрий, привет! Казаков, Здравствуйте! Хабаровску, тоже здравствуйте! Доброго, приятного вечера за нашими посиделками. Ну, я вам сегодня выдал добрые посиделки. Кого-то я на ход отбил сюда, посиживать. Так, Нижний Новгород, привет! Кургану, Валентину, Шепелю. А, это вы сегодня попросили добавить вам черенков, да? Вот, скажу вам и всем, пусть вот такая пачка уже заказа есть, но это заказы тот самый, фактически прошлогодний каталог, традиционный, то есть, то есть, а того нет, а то неизвестно будет ли. После того, когда прибавятся черенки Чернобаева и черенки Тотарова, я сейчас, завтра, буквально за день, надеюсь, я сделаю окончательный каталог. И прошу вас, друзья, вот, наверное, причем многие уже губу раскатали, то, чего у меня нет, но есть, допустим, у Тотарова. Вот, пожалуйста, можно буквально совсем другой, но уже конкретный, уже конкретный сделать заказ, скажем так. Простите у меня каталог, пока не буду широко, я не смогу всех удовлетелить сразу. Ну, кто-то из вас напишет, просите каталог, сделает заказ. И нумерация сохраняется, те, кто раньше попросил тебя, раньше и получит. Вот, потому что все равно перчика всем не хватит, понятное дело. Пойдем дальше. То, что я вот вашу фамилию видел, это же вы просили добавить, а то, то, то и то. И еще и это, сувенир Востока, правильно? Будет он, сувенир Востока. Так, Блинова. Музыка Антона, благодарны за креатив. Так, Ольга, привет из Тюмени. Так. Казачинская приветствует вас, Сергей Кузнецов. Лобасов Леонид. Всем здоровья. Шастак. Здравия и благородия. Санкт-Петербург. Виноградов, здравия. Александр Еремин. Добрый время суток. Привет из Екатеринбурга. Здравия всем. Будьте внимательны. Всего на здоровье. В ноябре ожидается 4 сильных водительных бури. Там мы их обычно не знаем про них. Так. Валерий Скаолик. Всем здравствуйте. Свинин. Привет. Надежда, куда все пропало. Куда-то, видимо, были, видимо, были сбои. Родишься в стране чудес. Валерий Красильевич под Московным Сергиевым посаде. Кстати, я туда высылал это. Там есть Сергиево посаде, есть монастырь. Я туда высылал свои материалы. Добрые люди делятся грушами и яблоками. Пройдешь по частному сектору, плодовых полно. Много сортов. Есть летние сорта, есть осенние. Кому лень или жалко делятся, привозят манилые яблоки на помойку или вырубают ветки. Чтоб чужие не достали. Да есть такое дело. Сливы, которые растут не во дворах, а за воротами. Седры и садоводы приглашают во двор, делятся урожаем. Другие ставят ведро с яблоками за воротами и кладут сверху пакет. Можно яблоки высадить в пакет и забрать. Здорово. Хлад ниже много. Что из серносливок, кроме Козловска, будет на продажу? Знаете, если брать чернослив в чистом понятии, то, наверное, и ничего. Вот. Потому что черносливы это особые такие сливы. Так называемые черносливовые сорта. Если брать шире, сюда еще включают венгерки. Тогда полно. У меня есть три сорта венгерок. И еще венгерки есть у того же самого Тотарова. Но если брать черносливы чистые, то, наверное, только Козловский сюда подпадает. Так. Сейчас еще минуточку. Я умудрился. Сегодня было столько дел. И столько. В первых все снимали. И еще раз гляжу вот сюда. Сейчас, секунду. Попробую. Раз у меня нет. Вот. Я попробую. Что такое нет? У меня уже в свое время, сами знаете, это страшная трагедия. Мой сад пережил. А так, конечно, все было. Так. Шевернир комета. Что сюда подпадает под... Сейчас гляну. Что из Тотаровских подпадает под понятие чернослив? Слочение птиц. Черт его знает. Черносливка в Зловской. Это понятно. Так. Стартует их уже не чернослив. Но вот тут не выглядит. Наверное, ничего обещать не буду. Хотя некоторые могут быть и черносливыми. Похожи на черносливые. Наверное, ничего обещать не буду. Ну, по принципу, чьи есть, то есть. В свое время я был богат черносливами. Я хвастался ими. У меня есть в фильмах, есть фотографии. Роскошные. Это чудо сорта. Но хватило одной спички. Так. На что лучше поливать чернослив? Чернослив лучше поливать на сливы. Именно на сливы. Теперь какие сливы? Значит, лучше бы на своих же родственников. Сливы делятся. Я их делю, в принципе, два больших класса. Оренклоды и венгерки. Вот. А потом Оренклоды там и домашние есть, и китайки есть. Вот. Вот внутри вот этой группы, назовем их круглоголовые. Там, наверное, на что хотите. То есть. Для меня китайки, они из всех слив, как по двое, самые морозостойкие. Почему? Я наблюдал. У нас сливы. У нас дачи по принципу на тебе боже. И давали там, где аж высоко в горах. И там температура всегда холоднее. И доходило каждый год до сорока и выше. И именно сливы китайские держали эти морозы. И люди каждый год все равно оставались с урожаем. Я их зауважал. Перенес к себе. Так. И именно красно-синюю, красно-желтую. Условное название. Где же? Кто знает? Никто не знает. И ученые у меня были в саду. Они не знают. Короче, название условное. Красно-желтая, красно-синяя. Их я использовал как по двое. К ним, в принципе, любые сливы приживались. Вот. И сейчас получается, что они уже не просто приживались, а уже привыкли. То есть берете из моего сада сливу китайскую. Хотите на нее привить, берите теперь мои же сливы, на некоторые уже привиты, привучены. Вот так получается. То есть в двух словах. На что привить черненький слив, но сливы. Так, в реверсиню, что делать сейчас? Под двоями и привойми, которые у меня есть ваши кости в этом году. Я имею в виду их обматывать стеклоткани или агроткани плотностью 60. Ух ты! И вы это знаете. Плотностью 60 от солнца. Февральская, Мартская, от морозов. У нас Хабаровский. Самый активный солнце. Феврале, Марте, мороз. 30-32. Спасибо вам за обучение садоводства. Я, конечно, жил бы при таких морозах. 30-32 вообще бы пальцы в палец бы не ударял. Стеклотканью я... Да, я такой пример приводил. Одно время я обматывал стеклотканью год-два, не больше. Почему? Доставали мыши. А у меня, допустим, был случай. Единственное год, когда снега было чуть ли не по это место. И мыши не просто грызли, а не как-то. Вот саженец, допустим, 8 сантиметров. Из них все 80 или 60. Чисто это. То есть корень от всех едем. Ну, жизнь заставляла обматывать. Но у нас потом вообще перестали. Морозы есть, снега нет. Я перестал этим заниматься. Да и некогда, да и лень. Да и здоровья нет. А осталось опыт. То есть стеклоткань, если обмотать, она спасает от солнечных ожогов, она спасает от мышей. И она спасает, дает лишнее дополнительное тепло. Потому что, когда берешь такими лентами, нарезаешь, обматываешь, она все равно получается такой толстый жгут. Не то, что там всего лишь в один слой, вот так. А толстый жгут. И вот этим жгутом обмотал. Там тепло и все. И никогда не прели. Почему? Стеклоткань это не органика. Органика, да, она и влагу держит под ней, может и сопривать, и гнить. А это стеклоткань, это такая зараза. Вот. Про оградка не ничего сказать не могу. В общем, все, что сказал, я вам уже сказал. Так, Александр Невзоров. Здравствуйте, Валерий Константинович, у меня две прививки этого года. Слева сувенир Востока на корне собственной абрикоса. Мой приказ. Вот это, да, меня переплюнули. У меня такая, это, у меня так не получалось. У меня, это, именно сувениры плохо шли, так, на абрикосы. Ну ладно, вы молодец. На следующий год хочу привить Нику. Части на сливу китайку, а часть на сыновей манджурца. Так, то есть сливу на сливу, а еще сливу на манджурца. Скажите по этому поводу. Кстати, Нику я вас брал два года назад, но так как слива подвойной у меня не было, приходит привать на овощную вишню. Но вы уже совсем меня переплюнули. Вот с этой вишней брал сувенир, который привил на Мура. В этом году хочу с нее срезать Нику. Да вы все правильно делаете. Чего меня спрашивать-то? Вот. Другое дело, потом надо наращивать, наращивать эту. Уже ментор надо наращивать так, чтобы еще был ментор, а еще ментор, а еще ментор. Вот я даже знаю, что вам подсказать. Вы говорите, это. Да все надо пробовать. Конечно, волосы и вишни вы привили, наверное, в отчаянии. Но даже это у вас удалось. Я вообще поражаюсь. Какое у вас будущее? Лобасово, Леонид. Что делать, если надломилась наполовину своего диаметра массивная ветка на яблоне? Сама ветка опирается, не жарствующая ветка, которая не дает ей обломиться. Есть смысл как-то обработать? Или ничего не делать? Ага. Это рана не искусственная, то есть не естественная, искусственная. Или просто жать пока на ветку, поступает питание на расчетку, потом сама засохнет. Отпилить, замазать. Смотрите, у вас половина обломалась. Туда поступает в два раза меньше сока. Так, примерно. Уже как минимум надо отрезать пол ветки. Уже. Иначе она будет дохнуть. Зачем им это надо? А теперь вместо, когда вы сможете, вот оправимся, мощная ветка. Но у нее надлом. Ну, есть такие фотографии, но вот сейчас я их не найду. Ну, значит, обрезали, она стала короче, она стала легче. А теперь ее обратно. Обратно. А не ждать, когда она досохнет. Поняли, да? Обратно и обмотать. И все равно, когда бывает, она чуть ли не обратно на место становится. То есть получается довольно плотно все. И еще вот эти самые, еще замажьте. Вот. И тогда ее еще жить и жить. Продолжение следует...